Привет, пацаны, с вами Артём Дунай. И сегодня хотел бы записать разборную мою оранжировку на Джорджа Майкла Карл Свиспер. Поехали. Как это всё можно сыграть? В первую очередь нам нужно перестроить гитару со стандартного в строй до диез мину. Это шестая струна до диез, это соль диез на пятой струне, это снова до диез на четвёртой струне, только на октаву выше. Это ми на третьей струне, это также соль диез на второй струне и до диез на первой струне. Также на октаву выше, чем четвёртая. Первая часть, которую нам нужно сыграть. В первую очередь нам нужно разобрать сам аккомпанемент, так сказать. Это указательный палец на второй струне седьмого лада, дальше безымянный палец на девятом ладу третьей струны, дальше снова переходим к указательному палец на четвёртую струну и седьмой лад, и средний палец на пятой струне восьмого лада. То есть так поднимаемся по лестнике, немного сужая её. И всё это, конечно же, нужно разбавить слэп-флажелет в начале, одновременно с хамером на седьмом ладу второй струны указательным пальцем. Получается у нас как-то так. Но у нас ещё есть перкуссия. Это указательный палец вместе со всеми остальными выполняет функцию снейра, а большой палец выполняет функцию бочки. Такой вот примерно у нас получается ритм-секция на перкуссии. Два раза идёт бочка, один раз идёт снейр, дальше ещё раз идёт бочка после снейра, два раза идёт снейр, ещё раз, бочка снейр. Как-то так. И вместе это всё получается именно так. Но самое главное, перед тем, как ударить слэп-флажелет, бочку заменяет как раз-таки данный слэп-флажелет. То есть вам не нужно играть бочку. Поэтому просто то же самое, только без использования бочки в начале. Как-то так. Перед следующим аккомпанементом это у нас идёт аккорд, ну, прогрессия, фа-диез-минор. Только её нужно выразить таким образом. То есть указательный палец на шестой струне пятого лада, дальше безымянный палец на третьей струне седьмого лада, и это всё надо сыграть одновременно. Дальше после этого переход средним пальцем на пятый лад, той же первой, третьей струны. Отпускаем. У нас должна быть открытая третья струна. И сразу же дополняем тем же средним пальцем на пятой струне пятого лада. Перкуссия та же самая, абсолютно, то есть и сыграть аккомпанементы нужно два раза. Как-то так. После чего мы переходим на следующий аккорд. Он у нас играется на пятом и второй струне. Это аккорд называется ля диез мажор. Ну, так как я спустил на полтона ниже строй ля мажор. Как его играть? В первую очередь нам понадобится средний и нам понадобится указательный палец. Это, как обычно, нужно сыграть пятый и второй струну на первом ладу. Затем отпускаем вторую струну и играем ее открытая указательным безымянным пальцем. Точнее, средним пальцем. Затем дополняем на третьем ладу четвертой струны краски безымянным пальцем. Отпускаем и затем добавляем на пятой струне первый лад указательным пальцем. Извиняюсь. Как-то так. После чего та же самая перкуссия. Следующий аккорд у нас идет Соль Диес Мажор. Соль Диес Минор, вернее. Как его ставить, в общем. Это у нас идет также те же самые средний и указательный палец. Мы их ставим на седьмом ладу, на шестом на шестой струне ставим указательный палец и на четвером струне ставим собственно говоря средний палец и играем это все вместе. Затем когда мы это все сыграли мы дополняем это все на безымянном пальце восьмой лад. То есть как-то так. После чего спускаемся по лесенке вниз как бы идет хроматическая часть. Как ее играть? В общем сыграли мы эту часть спускаемся на третью струну указательный палец на седьмом ладу и затем на девятом ладу идет безымянный палец. После чего спускаемся еще на вторую струну и играем следующее. То есть седьмой лад на второй струне это указательный палец затем восьмой лад на той же самой второй струне это заменяет у нас средний палец после чего десятый лад безымянный палец. И спускаемся еще ниже на первую струну это у нас идет указательный палец на седьмом ладу и получается такая часть. Разберем перкуссию. Бочка 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 затем идет снейр затем еще раз снейр и так пять раз выполняем функцию такого как бы метронома или таких шлепков грубо говоря. Когда мы играем вторую и первую струну мы играем не в такт струн то есть после струна шлепок струна шлепок струна шлепок струна шлепок то есть как-то так то есть не совсем в ритм секцию это так и надо и какая часть у нас получается в общем само начало шлепок и вот эту часть нужно сыграть собственно говоря два раза чтобы дополнить мини аранжировку на Карлос Виспер ну в общем это было все что я хотел рассказать насчет этого собственно говоря спасибо за просмотр ставьте лайки нажимайте на колокольчик пусть ваша жизнь будет яркой учитесь играть на гитаре собственно говоря играйте фингерстайл импровизируйте в первую очередь играйте для удовольствия не слушайте окружающих будьте на своей волне удачи позитива и добра всем пока